Здравствуйте! Я являюсь преподавателем колледжа строительной индустрии и городского хозяйства Филимонова Ольга Геннадьевна и занимаюсь дисциплиной технологии и организации строительного производства. Сегодня мы поговорим об использовании инфракрасного оборудования при контроле качества вновь возводимых зданий и сооружений, а также эксплуатируемых зданий и объектов. Под контролем качества строительства понимается соответствие качества построенных зданий и сооружений, проектным решением и нормативом. Качество должно формироваться на всех стадиях. Первое – это проектирование, второе – строительно-монтажный процесс и третье – эксплуатационный период. Поэтому оно является комплексной проблемой, зависящей от всех участников. Существует множество методов контроля качества строительной продукции. Одним из методов является метод неразрушающего контроля качества с использованием инфракрасного оборудования. Эти приборы называются тепловизоры или термокамеры. Преимущества тепловизорного обследования. Выявление дефектов неразрушающим методом. Предотвращение аварий и повреждений оборудования. Достоверность, объективность и точность получаемых результатов. Безопасность при проведении обследования оборудования. Не требуется отключение или демонтаж оборудования. Большой объем выполненных работ за единицу времени. Возможность определения дефектов на ранней стадии развития. Применимость в рабочих режимах эксплуатации. Точность и достоверность, доступная стоимость, высокая информативность по всей контролируемой поверхности объекта и наглядность, высокая производительность контроля, безопасность, бесконтактность и дистанционность, в отличие от ультразвука или рентгена. И также неограниченность в перечне контролируемых объектов. Тепловизионное обследование бытового назначения. Контроль качества строительства коттеджей и жилых домов. Контроль качества установки пластиковых окон. Контроль качества утепления фасадов. Определение мест протекания кровли и образования водяных пузырей. Определение места укладки теплого электрического или водяного пола. Контроль качества теплоизоляции трубопроводов. Контроль целостности чаш бассейнов. И определение мест развивающихся трещин на начальных стадиях. 23 ноября 2009 года был подписан федеральный закон номер 261 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Согласно этому закону, уфрузятся жесткие требования по энергоэффективности в строительстве и капитальном ремонте. В первую очередь, закон направлен на снижение нерационального использования энергоресурсов. До настоящего времени оценка теплозащитных характеристик осуществлялась расчетным путем по проектно-информационным показателям ограждающих конструкций. Фактические же результаты практически не учитывались. При резко возросшей стоимости энергоносителей такой подход не устраивает потребителей, поскольку не учитывает случайные, но очень часто меняющиеся характеристики строительных материалов и конструкций. Как показывает опыт, оценивать тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций, через которые идут основные теплопотери, это стеновые панели, стыковые соединения, оконные проемы, элементы кровли, целесообразно на основе фактического контроля конкретной строительной конструкции, как минимум на двух этапах – в процессе сдачи в эксплуатацию и через определенный срок эксплуатации. Как результат тепловизионного обследования определяются места и размеры участков, где необходимо произвести работы для восстановления требуемых теплозащитных качеств конструкций, что приведет к снижению тепловых потерь и экономии ресурсов. Тепловизионное оборудование выполняется с помощью прибора-тепловизора. Дополнительным оборудованием является измеритель плотности тепловых потоков, чашечный анимометр, измеритель влажности, лазерный термометр и лазерная рулетка. В результате обследования заказчик получает контрольный протокол «Проведение тепловизионной диагностики стеновых ограждающих конструкций», в котором дается заключение о соответствии фактического термического сопротивления проектной документации и нормативным требованиям. Данный документ дает возможность заказчику разработать программу экономии тепла и электроэнергии исследуемого объекта. Теперь кратко об инфракрасном излучении. Как известно, еще из школьного курса физики любое нагретое тело испускает поток инфракрасного излучения, то есть оптического излучения с длиной волны, больше длины волны видимого излучения, но меньше 1 мм. Одной из характерных особенностей такого излучения является то, что оно меньше, чем видимый свет, поглощается и рассеивается мутными светами. Многие вещества, непрозрачные для видимого света, прозрачны для инфракрасного и наоборот. Вследствие того, что тела вокруг нас нагреты неравномерно, складывается некая картина распределения инфракрасного излучения. Например, температура автомобиля с работающим двигателем будет выше температуры автомобиля с двигателем выключенным. Действия всех тепловизионных систем основаны на фиксировании температурной разницы фон-объект и на преобразовании полученной информации в изображение, видимое глазом. Современные тепловизионные приборы способны обнаруживать температурный контраст, равный от 0,005 до 0,1 градуса Кельвина. Основные рабочие диапазоны тепловизионной аппаратуры охватывают следующие области длин волн. От 8 до 14 микрометр – это область далекого инфракрасного излучения. От 3 до 5,5 микрометр – область среднего инфракрасного излучения. Именно в этих диапазонах находятся приземные слои атмосферы, прозрачные для инфракрасного излучения. А излучательная способность наблюдаемых объектов, температура которых от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия максимально. Таким образом, тепловизионные приборы способны обеспечивать дальность видения в любое время суток через любую прозрачную для инфракрасного излучения маскировку и даже при несколько пониженной прозрачности атмосферы. Это туман, дождь, снегопад, пыль, дым. Здесь следует оговориться, что пары воды и углекислый газ весьма интенсивно поглощают волны инфракрасного спектра. И это заметно отражается на чувствительности приборов. Фоточувствительным элементом современного тепловизионного прибора является фокально-плоскостная двухмерная многоэлементная матрица фотоприемников, изготовленная на основе полупроводников, премесных Кремния и Германия, многослойных структур, микробалометров и пироэлектриков. Очень упрощенный принцип работы тепловизора таков. Инфракрасное излучение через особую прозрачную для инфракрасных волн оптику, делается из Сапфира, Германия, попадает на матрицу фотоприемников, откуда сигнал подается на мультиплексоры фотоприемного устройства. Затем, после аналоговой и цифровой коррекции полученных сигналов, сформированное изображение подается на дисплей. Для получения приемлемого качества изображения, сигналы, получаемые с матрицы чувствительных элементов, обязательно подвергаются цифровой обработке. Поскольку исходное инфракрасное изображение монохромно, либо программно окрашено в разные цвета, символически обозначающие температуру тела. При этом самые нагретые участки традиционно окрашивают в белый цвет, промежуточные в желтый и оранжевый цвета различных оттенков, а самые холодные, самые темные участки изображения показывают синим. Эти изображения называют термограммы. Наша лаборатория тепловой защиты зданий и контроля качества оснащена тепловизионной камерой FLIR 640. Основными элементами этой камеры являются инфракрасный объектив, цифровая камера, лазерный целеуловитель, лампа цифровой камеры, всевозможные пользовательские кнопки и жидкокристаллический дисплей. Эта камера имеет возможность работать как от постоянного источника питания, так и для работы в полевых условиях имеется аккумуляторная батарея. Данной камерой можно производить обследование зданий и сооружений, обрабатывать результаты и получать в итоге отчеты тепловизионного обследования. В нашей лаборатории имеется все программное обеспечение для этой работы. Мы проводили обследование двух зданий нашего колледжа на улице Руставели. Исследовали качество ограждающих конструкций, качество теплозащиты, ограждающих конструкций. Проводили работу по обследованию вновь установленных окон. И также выезжали на площадку Мергородская, где обследовали также ограждающие конструкции. Проводилась работа по обследованию автотранспортного колледжа на предмет подачи заявки на утепление фасада. Для подтверждения возможностей нашей лаборатории и камеры вам предлагается посмотреть презентацию. Тепловизионные обследования С помощью тепловизора возможно обследовать здания сооружения, теплотрассы и паропроводы, дымовые трубы, электрооборудование, котельные и теплоэлектростанции. Схема проведения обследования такова. При помощи термокамеры в видимом диапазоне мы снимаем исследуемый объект. Для этого необходимо иметь данные о метеоусловиях, данные контактных измерений. Обязательно должна быть в наличии проектная документация, измеряются параметры съемки и в результате съемки инфракрасной камерой мы получаем термограмму, которую затем при помощи специальной программы обрабатываем и получаем теплотехнические характеристики ограждающих конструкций. Это термические сопротивления теплопередачи. Термограмма дает распределение температуры по всей поверхности обследуемой ограждающих конструкций. Мы исследуем поверхность как наружных, так и внутренних стен. И совместно с результатами измерений позволяем получить сопротивление теплопередачи, термическое приведенное сопротивление теплопередачи. На данном слайде показаны синим цветом холодные участки наружной поверхности стены, а греющиеся, то есть отдающие теплоучастки показаны в красном, оранжевом и светлом диапазоне. На основе термограмм выполняют моделирование теплопередачи через термически неоднородные зоны. Этими зонами являются стыковые соединения конструкций и конструкции, которые выполнены из разного материала. На данном слайде показано температурное поле в зоне горизонтального стыка наружной стеновой панели. Перепад температур от минус 26 температуры наружного воздуха до плюс 18 внутри помещения для здания с обычным отопительным периодом. Возможно определение теплотехнических качеств ограждающих конструкций. Здесь мы видим по проекту трехслойная стеновая панель из керамзитобетона с теплоизоляционным вкладышем из пенополистирола. Предполагаемое расчетное температурное поле наружной поверхности также произведено с помощью расчета при проектировании. Фактически после исследования данной конструкции мы выявили, что теплоизоляционные свойства материалов хуже проектных. Отсутствует теплоизоляционный вкладыш и ширина жесткой связи больше проектной. Получаем два расчетных сопротивления теплопередачи. Одно проектное, второе фактическое. Подбирается наилучшее соответствие расчетной модели и экспериментальных данных. При помощи тепловизора возможно определять потери теплоты через ограждающие конструкции. На данной термограмме показан жилой дом и участок проведения измерений. Причем при разных условиях. На первом графике при условиях на момент обследования. На втором графике при средних за отопительный период. Причем до утепления это красный график и после утепления синий график. И также при расчетных условиях. Очевидно, что после проведения утепления ограждающей стеновой конструкции показатели на графике улучшились. При помощи данного оборудования определяют теплотехнические качества окон и возможное выявление всех дефектов при установке окон. Но здесь необходимо учитывать отражение и пропускание излучения стеклом. Измеряю температуру внутреннего остекления и наружного остекления. В результате мы получаем спектральные характеристики и сравниваем два графика, выявляем дефекты установки окон. Съемка также производится как с внутренней поверхности остекления, так и с наружной. Термограммы и спектральные характеристики обрабатываются при помощи специальной оригинальной программы для тепловизора. В результате получаем истинные температуры и сопротивление теплопередачи. Часто бывают повышенные теплопотери через закладную арматуру. При помощи данных тепловизионных исследований очевидны потери тепла в углах здания и через закладную арматуру. Здесь показаны дефекты панелей и швов здания. Наибольшие теплопотери очевидны в местах вертикальных стыков, в местах нахождения отопительных приборов. По результатам обследования проводится расчет температурного и влажностного режима ограждающей конструкции. Здесь показана диаграмма для стены без утепления. В результате обследования возможно определить толщину дополнительного утеплителя. И вот уже появился график стены с утеплителем. Здесь обследован наружный угол до утепления и сделана термограмма с внутренней его поверхности и угол с предполагаемым утеплением. Произведено моделирование частичного утепления ограждающей конструкции. Эффект очевиден. Возможно проведение обследования дымовых труб с применением тепловизионной съемки. Причем производится это обследование без остановки технологического процесса в целях профилактического или аварийного ремонта и подсчетов его объема. Для этого выбираются несколько точек для обследования трубы. Без остановки технологического процесса съемка производится. Изучается проектная документация и производится съемка с внешней поверхности ствола трубы. фиксируются высотные отметки. На этих диаграммах мы видим фактическую съемку трубы, видимую в диапазоне и термограммы. Результаты расчета сравниваются с проектными параметрами. Данные тепловизионные съемки сопоставляются с результатами тепло-аэродинамического расчета и выявляются отклонения от проекта и дефекты. На точке номер 2 выявлены изменения толщины ствола еще при строительстве. Это участок от 21 до 30 метров. На второй понижение сопротивления газопроницанию футеровки. И очевидно отсутствие изоляции на участке от 48 до 60 метров. Затем по результатам обследования составляют дефектную ведомость, обозначают выявленные дефекты и составляют план для ремонта данной конструкции. Тепловизионное обследование позволяет проводить бесконтактным методом диагностирование различного электрического оборудования. На данных термограммах очевидно выявлены греющиеся детали электрооборудования, которые требуют либо дополнительной изоляции, либо ремонта, либо замены. Здесь приведены распределения температур и соответствующие ему распределения напряжений. Красным цветом выделены элементы, на которых напряжение превышает допустимый предел. Проводят тепловизионное обследование трансформаторной подстанции. И на термограмме видно, что фидер трансформаторной подстанции номер 5 имеет дефект верхнее болтовое соединение. Компрессорные подстанции щиты питания возможно обследовать для выявления дефектов изоляции или неисправности оборудования. Здесь дано заключение принять срочные меры по устранению неисправностей при ближайшем выводе электрооборудования из эксплуатации. Возможно проводить тепловизионное обследование котлов и оборудование для котельных. Выполнены съемки в обычном диапазоне экономайзера и стенки котла и выявлены дефекты теплоизоляции некоторых частей этих конструкций. Здесь указаны участки в неудовлетворительном состоянии и участки в аварийном состоянии, те, которые требуют срочного ремонта либо замены. По результатам обследования определяют реальные тепловые потери и сравнивают с нормативными. производят контроль состояния теплоизоляции паропровода в воздушной прокладке. На данных термограммах мы видим, что изоляция паропровода недостаточно либо изношена, требует замены или ремонта. По результатам обследования определяют реальные тепловые потери, а также рассчитывается фактическая толщина теплоизоляции. Здесь построен график распределения тепловых потерь в сети паропровода. Возможно проводить контроль состояния подземных теплотрасс, не нарушая почвенный слой, то есть неразрушающим методом. Ось теплотрассы мы видим и выявлен при помощи термограммы участок, который указывает на высокую вероятность утечки теплоносителя, либо в теплокамере или затекание воды в канал трассы. Для этого требуется еще и дополнительное оборудование, например, акустическим методом. В результате анализов обследования получают моделированный график температурного поля в поперечном сечении грунта и сравнивают с термограммой участка поверхности грунта над этой трассой. Здесь сравнительный анализ представлен в виде графика температур экспериментальных и расчетных. Как мы убедились, одним из важнейших путей обеспечения надежности, безопасности и экономичности предприятий является применение в эксплуатации современных технологий, оценки состояния зданий и объектов. Среди методов оценки все более широкое распространение получает инфракрасная термография. Несмотря на высокую стоимость термографического обследования, число тепловизоров, находящихся в эксплуатации, возрастает ежегодно. Оправданность таких затрат обусловлена широкими возможностями по обследованию объектов средствами теплозизионного контроля. Наша лаборатория предназначена для работы преподавателей и инженерно-технических работников, занимающихся диагностикой тепловой защиты и контролем теплового режима жилых, общественных зданий и сооружений. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok